Параболический тренд Посмотрите на биткоин. Диаграмма из учебника говорит, что каждое касание трендовой линии является созданием базы. Так что первая база — это дно, ведь нужно где-то начинать. Следующее касание вот здесь — это база 2, а здесь — база 3, что означает то, что биткоин формирует четвертую базу. И вот мы с вами в октябре, а биткоин идет в бэковике большую часть этого года. Но мы выжимаем самый краешек параболического тренда. Если вы посмотрите, то увидите множество втелей под свечами, что показывает огромное количество спроса на биткоин под 60 ка. Так что, похоже, у рынка было действительно накопление. А вот сейчас мы с вами ожидаем скачка вверх в направлении создания четвертой базы. И куда же это может нас привести? Чтобы определить цель четвертой базы, мне нужно посмотреть другую диаграмму из учебника. И это цели нисходящего расширяющегося клина. В учебнике говорится, как нам определить цель. Нужно измерить расстояние от вершины паттерна до наинизшего низа и разместить это расстояние над потенциальной точкой пробития. И если мы сейчас это с вами сделаем на графике, вот эту линию, которую я беру от самой высокой точки паттерна до самого низкого фитиля паттерна, берем это расстояние и экстраполируем на наш нисходящий расширяющийся клин, разместив на потенциальной зоне пробития, то увидим, что оказались на 90 тысячах. Точнее, 91 тысяча — это цель пробития нисходящего расширяющегося клина. Если это все срастется, то наверняка 91 тысяча станет целью создания четвертой базы. Ведь пара балла биткоина по-прежнему сохраняет свое присутствие и всегда сохраняла его с начала 23-го года. Просто я не мог вам об этом сказать, потому что каждый раз, когда я об этом говорил, люди жаловались, обижались и спорили друг с другом в чате, но похоже, что мы с вами все-таки готовимся к следующему скачку к 92 тысячам, после чего улетим вверх к шестизначным цифрам. И все это может уже появиться где-то во втором квартале 2025-го. Значит ли, что это будет концом цикла? Нет, не обязательно. Ведь все возможно. Но в зависимости от того, что будет происходить в базе 4, какую формацию увидим и как много времени там проведем, это поможет нам в определении того, где окажутся итоговые цели данной параболы. В общем, есть у нас нисходящий расширяющийся клин, мы используем учебник для определения цели в 91К, и любая цель, которую придется взять и выбрать, находящуюся над ней, будет лишь попытка угадать. Например, я вот пришел к значению в 124 тысячи долларов. Но, ребят, хочу сказать, на месячном графике импульс велик, а ситуацией управляют быки. И как вчера я написал в своем твиттере, это тема, то, кое о чем говорили мои подписчики. Знаете, комментарии не только для продвижения видоса, но и для общения с подписчиками. В общем, подписчик заметил, что многие месяцы этого года начинались с пролива, но заканчивались ростом. И май, и июль начинались с пролива, заканчивали ростом. Август начался огромным проливом, образовав нисходящий низ, а завершился на вершине. Сентябрь начался с большого пролива, но вот вершина. Октябрь. Пока мы так же начали со снижения. В итоге очень многие сразу заговорили, что «О, не может быть, растябрь закончился». Мы идем в ноль. Но посмотрите сейчас, рынки, похоже, оскакивают, все выглядит нормально, и, может быть, октябрь заканчивается вершиной. Обычно для рынков четвертый квартал хороший. Начинается сезон отпусков, и особенно ситуацию греют выборы. Посмотрите найти надписи, я это опубликовал на TradingView. Это президентские выборы, на которых нанесены имена и даты. Если вы откроете S&P 500, то увидите всех президентов, и их инаугурации, начиная с Франклина Рузвельта. И сразу после Второй мировой войны, буквально к каждому процессу выборов восходил верхнаправленный тренд. Вообще, буквально к каждому. За исключением одного случая с Обамой. Это единственный случай, когда мы не росли. Посмотрите, но вторые выборы Обамы все изменили. Дональд Трамп рос, Джо Байден рос. И если вы посмотрите на месячный график, у нас в истории было много месяцев, когда, например, вот посмотрите, здесь мы выросли на 30%, а здесь вообще безумно выросли на 43%, и даже те, что были в середине, плюс 12%, а от места, где мы сейчас, до исторического максимума, примерно 17%. Так что если появится одна из этих свечей в этом месяце на данном графике, мы окажемся прямо у исторического максимума. Так что, ребята, не забывайте, что в этом рынке ситуация может поменяться очень быстро, а биткоин может вас удивить. Но у биткоина еще впереди много дел. Пока из леса мы еще не вышли, у нас образуются восходящие верха, восходящие низы. Но с конца июля у нас пока еще нисходящий вверх. Но вот мы тут начинаем консолидироваться, и мне кажется, интерес начинает расти. Фондовые рынки себя отлично чувствуют. Если посмотреть закрытие индекса S&P, мы видим, что мы над историческим максимумом июля. Мы ушли на его ретест, отскочили. Все выглядит здоровым, двигаясь к выборам. И если мы посмотрим на Total 3, капитализацию рынка биткоинов, мы начинаем переламывать даунтренд, который начался в марте. Так что похоже, что ситуация для альткоинов начинает меняться. Так что в теории для них мы будем ожидать в последующие 10 недель достижения до диапазона нисходящего верха. Если что-то произойдет похожее на то, что мы видели в предыдущем цикле. Смотрите, выборы. И вот вам памп до нисходящего верха. Прямо во время инаугурации Джо Байдена. Так что и в эти выборы, ребят, мы можем ожидать пампа. Прямо во время инаугурации. Поэтому если сейчас вы заходите в рынки, я думаю, что у вас впереди очень хорошие несколько месяцев. Пока в мире не начнется что-то совершенно безумное, или, скажем, в нашем случае, во время выборов, в общем, пока ситуация выглядит более-менее стабильной, рынки продолжат двигаться в асфоясе, а биткоин и альткоины, на мой взгляд, очень скоро увидят отличные забеги вверх. И в теории доминация биткоина, в теории, должна начать падать. После падения ниже этой трендовой линии, представляющей многолетнее сопротивление, и последний раз, когда Джо Байден прошел анаугурацию, мы с вами наблюдали падение биткоин-доминации. Так что, может быть, доминация биткоина будет расти к инаугурации, а после нее упадет. Аналогично было и с Трампом. Вот здесь, во время его инаугурации, доминация биткоина слилась невероятным образом. Так что эти события и эти месяцы играют большую роль для рынков. Очень большую роль. Так что я уверен, что впереди нас ждет захватывающее интересное время, и все выглядит как формирование хорошего, удачного четвертого квартала для крипта. И если вам, ребят, нравится то, что для вас делает команда CryptoCommands, то, несомненно, подпишитесь на этот без преувеличения лучший русскоязычный криптоканал, а ваш лайк под видео и бесценный комментарий превзойдут абсолютно все наши ожидания. Ну и, конечно, не забывайте о канале Блаблакрипто, который для вас и делает эти переводы. Всем удачи, увидимся, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok